Вопрос 110. Насколько оправданы жертвы Никоновского раскола, горе, кровь, страдания народа, если сейчас признано равноспасительным то и другое гороисповедание, православное и старообряческое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Реформа была ненужная, бессмысленная, вредная. Ни Никон, ни Авакум нигде не касались Библии и спорили даже не о второстепенных вещах, а о том, что вообще не сказано в Священном Писании. Оба они стоили один другого. Сильные духом. Отважные и непокоривые. Стоявшие до конца на своем, если бы они знали Слово Божие. И вся их энергия была направлена на проповедь Евангелия на русском языке, а не о том, на скольких проспорах служить литургию, на пяти или на семи. Как прижимать пальцы для крестного знамения два или три. Сколько раз говорить Аллилуйя два или три. И идти при крестных ходах по солнцу или против солнца. Страшно и больно рассматривать это. В каком плачевном состоянии пребывали архипастыри, пастыри и паства. И Бог попустил это за то, что они отвергли Слово Божие. И Никон и Аввакум были отторгнуты от служения. Прок Исайя 5 глава 24 стих. Зато, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели Слово Святого Израилева. Прок Исайя 30 глава 12 стих. Посему так говорит Святый Израилев. Так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то. Иеремия 8-9. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот, они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Прок Осия 4-6. Истреблен будет народ мой за недостаток веденье. Так как ты отверг веденье, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих.